Вы вчера наступили на новую должность, как бы директора Южно-Капальнити. Успели ли познакомиться с коллективом? Как у вас прошло все представление ваше? В принципе, приступила, познакомилась со всеми сотрудниками, познакомилась с обстановкой, а больше ничего не могу сказать. Надо детально садиться, работать, уже решая производственные вопросы. Поэтому очень много есть вопросов. Сложно для вас вообще в техническом плане с предприятием? Нет, не сложно. Для технических вопросов у меня есть механики, у меня есть энергетики, поэтому это не сложно. А организовывать работу у меня есть. Я знаю просто такой момент, что есть неприятные ситуации к поводу паса. В чем? Я не слышала о неприятных ситуациях. Ну что, вы были против того, чтобы Полянеця помогла военным. Это просто так или не так? О чем вы говорите? Я пришла на работу, первый день приступила на работу, 23 апреля. Какие могут быть против или решения принимал предыдущий руководство. Поэтому за и против, и как они работают, я не буду обсуждать. Я хочу вам сказать, что предприятие в очень тяжелом финансовом положении. И оказывать благотворительность, когда сами они не получили зарплату, это подвиг. Поэтому я преклоняюсь перед этими людьми, которые оказали благотворительность, сами не получили зарплату. Они до сегодняшнего дня не получили еще. Деньги были внесены из этого. Наша организация, которая представляет наш сайт, она направляла новое письмо. Мы знали о том, что люди в Полянецей хотят помочь тоже военным в сложной ситуации, подбираться с фасом. Вот мы направляли письмо, просьба оказать помощь, что вот сейчас... И вот и люди оказались. Что эти деньги были внесены, насколько я знаю, сейчас. Я не в курсе, еще не видела. Я не видела, чтобы... Я поняла, я понимала, что позиция что-то... И вообще считаю, что это политически... Вы понимаете, я только пришла, и сразу же на меня... Нет, я просто знала, что ваш приход совпал с таким вот моментом, да? Каким-то... Это все слухи, это все неправда. Еще раз говорю, это просто даже... Не хочу отбаваривать. Я понимаю. И я понимаю вашу принципиальную позицию, что сложное предприятие в сложной финансовой ситуации не может оказывать благотворительную помощь. Вы так считаете? Просто есть такие моменты, если это будет так в дальнейшем, вот у нас часто Полянеця также оказывает такие услуги благотворительного характера нашему даже исполкому. То есть если вот эти моменты тоже будут учтены в том плане, что... Дайте выйти на прибыль, чтобы мы могли оказывать всем благотворительную помощь. Всем, кто будет обращаться. Если обращается с такой просьбой, значит, это люди, которые не имущие. Поэтому и если предприятие может оказать, я всегда только за. Ну, то есть исполком будет рассчитываться за свой заказ? Вообще не знаю вообще этого. Я не знаю, конечно, все будут рассчитываться. И поэтому, а если будет предприятие оказать финансовую или вот такую поддержку, нет вопросов. Поэтому не провоцируйте меня на это. Вы знаете, я сама лично помогаю армии. Отправила уже не одну смс-ку на 565. Поэтому, вы знаете, это однозначно. Я считаю, что если есть возможность... И я бы сама купила там 10 пасочек и отдала эти паски, если это в этом вопросе. Поэтому никто этот вопрос не разбирал. Поэтому это все слухи и это все какое-то недоразумение. Мы желаем все равно, как бы там ни было, чтобы у вас все получилось. И вы нашли общий визит с коллективом. И чтобы получилось вывести предприятие на новый уровень. Чтобы нам не... Мне вчера Марк говорила о том, что, в принципе, он готов и закрыть это предприятие, если бы не люди, которые там работают. Чтобы не было такой ситуации, чтобы город Южный хотел закрыть это предприятие. Или как-то его передать. Мы надеемся, что у вас получится. Спасибо за пожелание. Я пришла тоже с той целью, чтобы это предприятие работало. И именно в статусе коммунального предприятия. И чтобы работало качественно по новой. Но я считаю, что Южненская поляныция должна выйти на новый уровень. На новый уровень. Там должна быть и другая зарплата, и другие условия, и другое качество, соответственно. Все. Спасибо. Вот только не вырежите, не покажите меня какой-то... Мы в прямом эфире работаем. Да. Я же вам говорю, я же даже не поддымала это. А вообще, когда вы увидели все, все... Вы знаете, у меня был шок. Я не могла поверить, что можно довести до такого состояния предприятия. Вы знаете, я не ходила до назначения... Но не думала, что настолько... Поэтому... Я не могла бы себе отказаться. Нет. Нет, я очень сильно... Может, это... Вы знаете, только, наверное, женщины могут себе позволить... Катить рукава и работать дальше. Нет. Вы знаете, что будет сложности, но могут быть с любых сторон. Знаю. Знаю. Я готова работать. Я в политику не буду вмешиваться. Все. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...